Двигатели Аполлонов Это ракетный двигатель, агрегат, который превращает энергию в движение. Чтобы привести в движение корабль Аполлон Сатурн-5, нужен 91 такой двигатель всех видов и размеров. Они варьируются по размеру от 680 тонн тяги у двигателя F1 ракет-носителя до маленьких двигателей управления ориентацией командного модуля корабля. Мышцы Сатурна-5 именно F1. Пять таких двигателей объединены в группу, чтобы обеспечить первую ступень тягой 3400 тонн, что эквивалентно по мощности 154 плотинам Гувера. Жидкостные ракетные двигатели сжигают в сумме 530 тысяч галлонов керосина и кислорода примерно за 2,5 минуты. При запуске Сатурна-5 с космическим кораблем Аполлона астронавтами. После того, как двигатели первой ступени сделают свою работу и выключатся, 8 твердотопленных двигателей, направленные в противоположную сторону, зажигаются и замедляют первую ступень, уводя ее от остального корабля. Поскольку вторая ступень ко времени своего зажигания уже почти невесома, плещущееся топливо может не достичь двигателей, поэтому 8 твердотопленных двигателей системы наддува баков подталкивают ракету вперед, чтобы топливо при этом собралось на дне бака. Двигатели второй ступени Сатурна-5 под названием J2 сжигают жидкий водород, самое энергоемкое природное химическое вещество и жидкий кислород. Каждый двигатель производит 90 тонн тяги, а 5 двигателей в месте 450 тонн. Эти двигатели сжигают 340 тысяч галлонов топлива примерно за 6 минут. Твердотопленные двигатели снова помогают ступеням разделиться. Такой двигатель J2 также применяется в третьей ступени. Этот двигатель обладает важнейшей способностью, он может повторно включаться в космосе. Помимо этого, третья ступень имеет 14 других двигателей. 4 твердотопленные двигатели обратной тяги для отделения ступеней. 4 двигателя для наддува баков, приводящие топливо бака в положение, пригодное для повторных включений, и 6. Жидкостный двигатель управления ориентацией для стабилизации управления. Система аварийного спасения использует три двигателя. Один это твердотопленный пусковой мотор, который уводит астронавтов и их командный модуль Аполлон от остального носителя на достаточную высоту, чтобы парашют корабля смог сработать. Затем мотор управления тангажом отводит командный модуль в сторону подальше от ракет-носителя. Наконец, твердотопленный мотор уносит башню системы аварийного спасения от командного модуля и за пределы района посадки. Космический корабль Аполлон состоит из трех основных частей. Посадочный лунный модуль, служебный модуль и командный модуль. Все двигатели корабля предназначены для работы в космосе и в невесомости. Маршевый двигатель служебного модуля – настоящая рабочая лошадка корабля. Он выводит корабль на околоземную орбиту и дает силу для возврата на Землю. Помимо этого, служебный модуль имеет 16 двигателей для маневрирования в космосе. Лунный модуль имеет два маршевых двигателя – посадочный двигатель для посадки на Луну и взлетный двигатель для запуска с Луны. У него тоже есть набор двигателей для маневрирования. Командный модуль имеет 12 двигателей для коррекции положения реврозащения на Землю. Это космическое транспортное средство с 91 двигателем, каждый из которых должен выполнять свою функцию, свою особую работу, чтобы помочь человеку добраться до Луны и благополучно вернуть его обратно. Субтитры создавал DimaTorzok